АВТОР ДАМИР ДЕНГЕЛЬБАЕВ И у данных фирм сеть заправок одна и та же. Причем определены как недобросовестные участники государственных закупок. И продолжают участвовать в государственных закупках уже с другими наименованиями. И в ближайшие дни нам необходимо объявить госзакупки на бензин, в которых не исключена возможность участия фирм с сетью заправок, которые сейчас сменили название и числятся как недобросовестные поставщики. И у нас не будет основания отклонить заявку. Таким образом, как выходить из ситуации с приобретением бензина при таких ограничениях условиями закона? Здравствуйте. Правилами осуществления государственных закупок определена форма технической спецификации, где дается полное описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров. Техническая спецификация на товары и услуги, описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик должно быть распределено на соответствующие разделы, содержащие пределы функциональности, параметры технических характеристик, назначение товара и эксплуатационные условия товара, услуги. В этой связи полагаем, что в случае невозможности осуществления закупа бензина с разделением на лоты, по месту их поставки заказчик вправе указать в технические спецификации наименование городов, где необходимо обеспечение действия талонов на бензин. Я думаю, что идеальной системы нет. И самый важный момент, что система закупок, как, впрочем, и каждый отдельный контракт, должен подходить к тематике и к задачам того проекта, который вы пытаетесь выполнить. И то же самое на уровне государства в целом. Система должна соответствовать задачам и целям стратегической направленности государства. Она не может быть статичной, она должна постоянно эволюционировать и динамично развиваться. Но если создать все правильные элементы, опять же, начиная от базы данных, заканчивая подготовкой персонала, то у вас будет гибкость системы, которая позволит ей постоянно эволюционировать и соответствовать стратегическим задачам развития государства в целом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова